Сейчас о спорте на льду СК. Юбилейный накануне случился переворот. Причем по-тверски, уступая в две шайбы, МХК «Динамо Москва» на ходу второго периода смогла переломить ход игры и добавить очередную победу. Как это было, увидите в сюжете с места событий. Второй матч против Дальневосточного Тайфуна выдался куда более сложным, чем первый. Тренерский штаб москвичей сделал некоторые изменения в составе, которые скорее выглядели тактической задумкой, нежели вынужденной мерой. Главное отличие второго матча от первого заключалось в том, что удача решила улыбнуться атакующим силам обеих команд. Сразу 11 шайб увидели тверские болельщики в отчетном поединке. Начало голевому пиршеству пошел игрок гостей. Белоголубые не стали тянуть с ответом и уже «Динамовский» защитник, не нуждаясь в помощниках, сравнял счет после отличного прохода. 1-1. Тем не менее, на первый перерыв хозяева ушли, уступая в счете. Да, вот это безобразный пас. Воспользовался этим моментом сейчас Тайфун. Казалось, что гол в раздевалку выбило с колеи москвичей. Это подтвердило третья шайба Тайфуна на третьей минуте второго периода. Атака белоголубых начала действовать максимально агрессивно, что привело к трем шайбам за три минуты игрового времени. «Динамовцы» моментально превратили Тайфун из лидеров в догоняющих 4-3. Молодежный хоккей прекрасен такими переворотами. Москвичи отлично понимали, терять очки в такой игре было бы непозволительной роскошью. Настрой запредельный. Вышли побеждать, потому что уже много поражений подряд. Стараемся играть активно. В первый период и половину второго неплохо сыграли. В третьем какие-то отскоки. Три гола ненужных. Но сейчас будем исправлять, стараться. До конца матча Тайфун успел еще дважды огорчить «Динамовцев». На большее у дальневосточников не хватило времени и сил. «Динамов» вновь сильнее. Победа над Тайфуном позволила белоголубым закрепиться на шестой строчке западной конференции турнирной таблицы «МХЛ». Впереди заключительные шесть матчей с не самыми простыми соперниками.